Приветствую вас. Я, признаться, честно не очень понял, зачем вы написали первую часть своего вопроса. Где вот до того момента, что вы пишете, я не знаю сейчас, что со мной, что делать дальше. Вот честно, я не знаю, зачем вы это написали в разделе психологии. То есть, как бы, ну да, здесь можно, конечно, выявлять, как бы, поведение, да, можно анализировать и давать какую-то психологическую оценку, но зачем ли вы это написали, для меня большая загадка. Понимаете, аноним. Это вопрос прав, вопрос взаимодействия с российской медицинской, так сказать, системой. Вот. Как вам может здесь помочь психолог? Я знаю, конечно, как может помочь психолог, но... Я думаю, что вам не понравится то, что я вам могу порекомендовать здесь, потому что... Думаете, вы хотите чего-то другого. Кстати, не совсем понятно, чего вы вообще хотите. Потому что вы пишете, что можете посоветовать, а что можете посоветовать, чтобы что. Как психолог я могу посоветовать вам посмотреть, вот, по сути, чисто психологический момент начинается, когда вы пишете. И еще мне трудно заводить знакомство, контакт с новым человеком, рассказать о себе. И если получается неудачно, то я просто не знал, что мне делать. Вот с этим, да, вот с этим можно работать. Это заниженная самооценка, непринятие себя. Вот, это да. Это вот, с этим можно и нужно работать, действительно. Но это нужно работать, потому что ваша личность, вот, никак не раскрывается в том, что вы описали здесь. Ага, так, вы пишете, что семья меня не поддерживает и не хотят понимать, а должны поддерживать, должны понимать. Могут ли они поддерживать вас, могут ли они понимать вас? Я боюсь еще одной операции у неприятного и грубого хирурга, которого мне нашел отец. Вы знаете, я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, про операцию я ничего не писала. То есть, какая еще одна операция, почему боитесь, какая разница, какой хирург, если он профессионал своего дела. Вот, здесь, как бы, больше вопросов, чем ответов. Вы пишите, что еще момент, отец мне пообещал работу, как вылечить, я хочу на работу. То есть, вы хотите войти на работу, которую я выбрал папа, при том, что до этого вы работали также по направлению семьи, и у вас ничего хорошего из этого не получилось. То есть, такое ощущение, что вы, как-будто, ну, не извлекли уроков из того, что произошло с вами. Вот, то есть, тут, как бы, тоже не совсем понятно, что именно вы хотите. Вот, по поводу страха операции, здесь, ну, понимаете, мне лично кажется, что в данном случае вы боитесь не самой операции, а скорее некой какой-то, может быть, своей несостоятельности в плане поведения, может быть. То есть, вы боитесь почувствовать себя, ну, несостоятельно с точки зрения, вот, именно поведения, может быть так. Тут связано, ну, может быть, связано с, опять же, взаимоотношениями с родителями, да, то есть, когда-то, вот, например, родители, ну, тот же отец, допустим, не оправдал ваши ожидания, да, когда вы на него, например, надеялись, там, или что-то ещё было. Вот, и с тех пор, соответственно, вы боитесь этих планах операции. То есть, здесь, скорее, самой операции, это как таковой, ваш страх отношения не имеет, да, то есть, скорее, это некая, некая такая защита от того, что вам нужно делать. Именно. То есть, грубо говоря, ну, грубо говоря, делать что-то нужно вам. Вот. Именно делать. Что-то, делать что-то нужно. Вы не хотите и, соответственно, пытаетесь придумать в себе какие-то оправдания, вот, для того, чтобы этого не делать. Ну, то есть, чтобы, чтобы не совершать каких-то действий, которые нужно совершать. Вот. Дальше. Исследование, которое мне, наверное, нужно, случевой нагрузкой, его нельзя делать часто, если нет больших показаний. А это вы к чему? Ага. На возможные упрёки в этом тоже виноваты родители. Мне трудно найти. Нет. Родители, может быть, и приложили к этому руку, так тому, что вам трудно находить общие, ну, контакты с людьми. Родители, может быть, и приложили к этому руку, вот, но ответственность за это всё равно только вы. То есть, родители здесь как бы вообще ни при чём на самом деле. То есть, вы либо берёте на себя ответственность, да, и перестаёте искать виноватых, вот, и, соответственно, что-то делаете, вот. Либо вы продолжаете как бы находиться в этом вот, ну, в этом самом состоянии, в котором вы находитесь в настоящий момент, по сути, по сути дела. Потому что, кстати говоря, вот вы не указали, да, вот вы не написали, собственно, чего хотите вы. То есть, как бы, что вам нужно вообще. То есть, эм, отсутствие, понимаете, постановки вопроса, да, то есть, то, ну, вот, тот факт, что вы не задали вопрос свой. Это говорит, ну, скорее о том, что вы, возможно, возможно, не готовы реально что-то менять. Тогда у меня вопрос, опять же, к вам возникает, да. Если вы не готовы что-либо менять, то, соответственно, цель вашего обращения к нам. То есть, психологи не гадают. А психологи не советуют. Ну, вот, и тут, как бы, такая вот история. Так, они держали меня на нигде на работе, для вида поднасмешки, недовольных сотрудников несколько лет. А я потерял на срок действия сертификата. Ммм. Ну, вы же понимаете, что на данный момент это просто ваш выбор. То есть, это вы, они вас не держали. Это вы выбрали быть там. Для своих целей. Вот. Понимаете? То есть, как бы, родители здесь, они приложили руку к этому, безусловно. Вот. Но... Ответственность все равно вас, на вас лежит. Я просто не смогу серьезно работать, кем-то быть и жить с ними. Упреки, упреки вечны. Ну... Опять же... По сути, это тупик. На данный момент вы от них зависите. Да. На данный момент вы не можете без них. На данный момент они вам нужны. Родители, я имею ввиду. И, соответственно, вы либо принимаете эту реальность вот такой, какая она сейчас есть. И, соответственно, используете родителей для достижения своих целей. Параллельно с этим, например, работая с психологом по созданию, например, своих личных границ, своего личного пространства. Да. И выработке адекватного отношения к тому, как они себя с вами ведут. Либо остаетесь так, как живете сейчас. Не веря в меня, что я хуже всех. А для чего им это? На них подумайте. И обида просказывает, что они со мной так. Ну, понимаете, обида это скорее детское такое чувство. Вот. Это детское такое ощущение. Это завышенные ожидания. Вот. И я полагаю, что с завышенными ожиданиями можно и нужно тоже работать. Вот. То есть, в смысле, чтобы вы отделяли всё-таки то, что хочется вам от того, что могут вам дать, например, другие люди. Ибо вещи это всё-таки совершенно разные. Вот. Но это, что вы говорите о том, что часто все ругаются в доме. Мне это тоже сложно подрывать моё здоровье. Вот. И это, опять же, к этому нужно вырабатывать адекватное отношение. То есть, для вас это единственный выход по сути. То есть, поменяете вы своё поведение, да. Измените вы своё поведение, изменится поведение и других людей. Не будете менять вы своё поведение и, соответственно, не будут меняться и другие люди. Вот. Понимаете? То есть, чего вы хотите? То есть, вы сейчас просто берёте и переносите ответственность за свою жизнь на нам. Вот. Вы и скажите, что у вас, например, не получается, да, допустим, давайте контакт с людьми, да, для того, чтобы попросить помощи у них, допустим. Ну, у людей я имею в виду. Вот. В этом можно помочь. Там неуверенность в себе, да, там, если хотите быть более уверенным себе в этом, тоже можно помочь. А так, ну, пожаловались вы, ну, и что дальше. Так, а дальше. У меня есть хроническое заболевание, я ослабляюсь каждый год, и нормального лечения нет. В поликлинике заболеваний не лечат, как нужно. У меня не проходит полностью. Ну, это нормально, к сожалению. В этом году я впервые обратился самостоятельно к платному специалисту, выбрал случайно через медпортал. Ну, понимаете, вот платных специалистов, да, и, соответственно, клиники выбирают, ну, всё же не так. Выбирают их всё же по отзывам, вот, выбирают их всё же по какой-то обратной связи, вот, чтобы всё-таки было понятно вообще, ну, чтобы было понятно вообще, у кого лечитесь, как бы. Вот, а так, так это можно нарваться на мошенников ещё похлеще, почище, чем тех, кто работает, кто работает в бесплатных, соответственно, клиниках. Вот, то здесь вызывают вопросы именно ваш подход к своему лечению, да. Вот, именно вопрос вызывает то, как вы, ну, как вы себя лечите, вот. Потому что, на мой взгляд, вы здесь весьма и весьма несерьёзно подошли к этому вопросу. Я вас не обвиняю, да, я просто говорю, что вы, ну, поспешили, то есть, я понимаю, серьёзный шаг, но для начала, ну, в современном мире лучше обращаться к сообществу, исследовать отзывы и так далее, так далее, так далее, так далее. Такое ощущение у меня складывается, что вы обращались не сколько за помощью, сколько за обратной связью, определённой. Так, врач понравилась, а потом возникли вопросы, но вот опять, да, тут некая такая детская у вас позиция, да, что врач понравилась, вот. То есть, почему врач вообще должна вам нравиться, когда это, в общем-то, всего лишь врач, да, и что у неё есть, у неё, у него, неважно, есть свои, как бы, обязанности, и самое главное, чтобы врач хорошо их выполнял, вот. Это, конечно, вопрос. Это вопрос, и достаточно важный, важный достаточно вопрос для вас, по крайней мере, потому что от того, насколько вы, скажем так, опираетесь на свою личную симпатию, в вопросах выбора специалистов, ну, зависит, на самом деле, достаточно много. То есть, если вы выбираете специалистов чисто по симпатии, да, то это точно идёт перенос. Вот. Ну, скорее всего, я думаю, что вы выбираете специалистов не по симпатии, конечно, но я думаю, что симпатия играет большую роль в этом. Вот. Я думаю, так, потому что, ну, вы не первый раз уже рассказываете об этом, да, о том, что вам понравился врач, не понравился врач, что вам один грубый, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Таким уж прям полезным именно для вас. Вот. Дальше. Так. Значит. Как я поняла, у меня было недаличное обострение, но врач его не заподозрила. И написала рекомендации, не конкретные болезни, а общие, в общем-то, она и права. В общем, я повторно прислал мне центр, попала к другому дежурному врачу, который назначил необходимые процедуры и дал научить нужные на тот момент рекомендации, после которых мне стало лучше, но консультировать дальше не стал мне его работу. Понимаете? То есть, как бы, вот это вот вообще, да, ну, к психологии это вообще не относится в данном случае. То есть, это просто история вашего лечения. Моя врач вначале тоже проводила мне процедуры, но по моей просьбе. И мало сказала, больше нет показаний, но я продолжал немного болеть. И мало. Сказала, больше нет показаний. Как-то вот, знаете, несколько странно, я бы сказал. То есть, врач проводит какие-то процедуры по вашей просьбе. А почему по вашей просьбе? А как бы, вы что, есть основания не доверять врачам? Или что? То есть, как это у вас происходит? Тут вот не совсем понятно. По какой-то причине вы считаете, что можете просить у врачей проводить вам определенные процедуры? По какой-то причине. О. То есть, тут вот, ну, субъективный аспект на самом деле очень важен. То есть, я понимаю, что вы четко вопросы и запросы не ставили. Я понимаю, что, скорее всего, вы обратите против, ну, против меня, например, мой ответ. Я понимаю. Но... А чего хотите тебя? Тогда. Так, ей недовольство не высказывало, кроме вопросов и моих страхов. Она начала мне успокоительнее валерьянку. Хотя, я говорю, что принимаю лекарства покрепче иногда, но не в этом дело. Ну, опять же, да, то есть... Вы живы, можете болеть и по другой причине, да, не обязательно из-за этого. Я обратился в другой медцентр, цены приемлемые почти такие же, без подробностей. Там получилось все хуже. Брать просто наорал на меня, жаловался на жизнь, эм... так и так далее. А почему вы позволили на себе орать, отказался делать необходимую платную процедуру, не знаю, почему так вышло. Ну, вы себе... себя так поставили, понимаете? То есть, вам никто не имеет права отказать в... платной процедуре, если только она не... не вредит вам откровенно. То есть, ну, не наносит вам вреда. Вот. Что-то это, опять же, я, конечно, не знаю, но... Люди относятся к вам так, как вы ставите себя. Если вы ставите себя так, то и люди, соответственно, относятся к вам таким же образом. Других вариантов, к сожалению, нет. Других вариантов, к сожалению, нет и быть не может, в принципе. Вот. То есть, наши действия, наши действия всегда приводят к определенным последствиям. Вот. И последствия, они у каждого человека соответственно свои. Да, это понятно. Я надеюсь... Так. Дальше. А чё... Так. Я была крайне вежлива, вышла в шоке, пошла рыдать. Из-за чего рыдать? Почему рыдать? Как вас это задело? Непонятно. Прошел другой врача, арминистратор удивился. Никто впервые показался на меня, хоть и с пониманием. То есть, вот это вот все эти вещи вы замечаете, да? То есть, видите, в деловых отношениях вы слишком много, ну, больше, по крайней мере, чем нужно, привлекаете личностный аспект. Вот. Что, безусловно, крайне осложняет вам жизнь, потому что, если относиться ко всему серьезно, вот как относитесь вы, например, то нервов никаких не хватит. Совершенно, ну, вот, это, одно из нас, абсолютно. Абсолютно никаких нервов не хватит, если относитесь ко всему серьезно, вы относитесь ко всему серьезно, соответственно, тратите свои нервы, слои нервы. Вот, и, соответственно, именно потому, что вы тратите свои нервы, готовы тратить свои нервы и ведёте себя соответствующе, люди это чувствуют и, ну, отвечают вам так же, отвечают вам тоже реакции, по сути дела. Дальше, так, далее добрая женщина, она работает в изредке и не совсем профи, как мне нужен. Ну, то есть, вот опять, да, вас зато не устраивает. Я снова пошла к верму врачу и попросила ещё несколько лечебных процедур. Дальше она убедилась, что не нужен, написала дальнейшее лечение, куча таблеток, сказала приходить через месяц, на мои сомнения упрекнул несколько раз, не нравится, ищите другого врача, а вы не принимаете как нужно и так далее. И это правда важно. Я не знаю, что сейчас, что со мной, что делать дальше. Успокоиться и забыть или пойти к другому врачу и сделать исследование, которое положилось на месяц, на месяц. Я думаю, что, раз вас никто не хочет лечить, да, то, соответственно, нужно просто проконсультироваться. То есть, не лечиться, да, вот как вы лечитесь, а просто проконсультироваться. Вот. С такими подробностями. Если я сделаю исследование, они, то она точно не станет меня лечить. А, если я делаю исследование сейчас, она точно станет меня лечить. Почему? Придётся заново искать врача и может думать об операции. Да, так у меня неважно со здоровьем. Не очень. Не очень. Не очень понятно, о чём идёт врач. Вот. То есть, такое впечатление, что вы остро нуждаетесь во внимании. Вот вам прямо не хватает внимания, собственной значимости. И вот вы действуете в этом направлении, чтобы, ну, вот это всё получить для себя. Вот. Потому что, потому что, какой бы сложно, тяжёлого заболевания у вас не было, да, но у вас есть лекарства. Вот. Которыми вы не удовлетворены, просто постоянно ещё-ещё, да, просто требуете какого-то лечения другого. Вот. Я по опыту знаю, что это люди, вот, которым не хватает внимания. То есть тут нужно работать именно с этим, с негладкой внимания. Ну, то есть, ну, то есть зависит от того, насколько вы готовы, конечно. Насколько вы готовы воспринимать это. Это. Реальность. Вот. Ну и всё соответственно. По поводу вот того, что вы пишете, что мне трудно заводить знакомства, когда я по новым человекам рассказывать, о моем, о себе, если получается неудачно. И просто не знаю, что мне делать. А что, что мне делать, чтобы что? что делать, чтобы что? Вот так вот вам аноним и можно ответить. Ну и чего хотите-то, вообще, от психологов, вот конкретно от психологов чего хотите, понимаете? Мне не ясно, исходя из того, что вы написали. Чётко отделите для начала медицинскую проблему, да, проблему медицинского характера и проблему, соответственно, психологического характера. Вот у дицинскую проблему, её лучше решать со специалистами-медиками, всё-таки. Но потому что специалисты в своей области, да, они более компетентны. Вот. Однако то, что вы сейчас, как бы, предлагаете, да, это всё смешать воедино, мне это явно не нравится. Вот. Потому что, ну, никогда не было ничего хорошего из идеи. Всё, всё, как бы, в одном. Вот. Ну, никогда не было ничего, ничего хорошего в этой идее. И я сомневаюсь, что может быть, в принципе. Ну, так, по крайней мере, показывает мой опыт. Вот. Так что, смотрите сами. Как психологи мы чем можем вам помочь? Какую проблему вашу разрешить мы можем? Я указал, какую проблему мы можем разрешить. Если хотите, если хотите, да, поможем. Если хотите, скорректируем, исправим, значит, всё купируем и так далее. Если хотите, всё это можно сделать. Но это нужно для этого ваше желание, нужно для этого ваше усилие, нужна, грубо говоря, ваша помощь. Вот. Для этого. Ну, помощь нам. Да, в этом. Вот. И тогда, я думаю, что будет хорошо. С точки зрения психологии, мне кажется, вам можно ответить вот именно, именно так. Я понимаю, что, возможно, этого недостаточно, да, я понимаю, что, возможно, вам, ну, возможно, вы хотели другого ответа какого-то. Вот. Но, поскольку нет конкретного вопроса, вот, кроме того, что вы можете посоветовать, а психолога не советуют, то я очень осторожно стараюсь вам отвечать. Вот. Я уже молчал о том, что, когда человек не формулирует свой запрос, да, не формулирует свой вопрос, что он либо подсознательно ищет возможность обвинить кого-то в своих проблемах, либо он не хочет вообще ничего делать, не хочет ничего менять. Вот. А психологи, опять же, работают именно с теми, кто хочет, ну, что-то менять. Понимаете? Вот. Так что, если у вас есть возможность, если у вас есть возможность, я бы рекомендовал вам выбрать себе психолога на нашем ресурсе хотя бы и поработать над теми проблемами, которые касаются именно, ну, именно психологии, именно психологии, именно психологических моментов. Вот. Я думаю так. ПАК будет наиболее профессионально вам ответить. Ну, с точки зрения, опять же, да, психологии. Вот. На этом всё. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите. В личку я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.